МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Коротко об основных темах выпуска. 500 музыкантов из 12 городов страны. В Самаре прошел Всероссийский фестиваль духовых оркестров на сопках Маньчжурии. Все о новых законах и о том, как правильно решать конфликтные ситуации на избирательных участках. В Самаре проходят семинары для общественных наблюдателей, которые будут работать на выборах. 12 рейдов в день в Самаре усилили контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте. В Самаре прошел двухдневный Всероссийский фестиваль духовых оркестров на сопках Маньчжурии. В нем приняли участие более 500 музыкантов. Коллективы выступили со своими программами на общественных пространствах города. Телеканал Самараги стал информационным партнером фестиваля. Праздник длился два дня и завершился большим гала-концертом. Но стартовал он с марш-парада. Как это было, расскажут наши корреспонденты. Знамя и оркестр вперед! Фестиваль на сопках Маньчжурии стартовал с марш-парада. Оркестры коллектива «Мажорец спорта» «Барабанщицы» в музыкальном шествии приняли участие 16 коллективов из четырех федеральных округов России. Свыше 500 музыкантов прошлись по Волжскому проспекту от улицы Первомайской до бассейна ЦСКА ВВС. На празднике присутствовала и глава Самары Елена Лапушкина. Музыканты исполняют все – от классики до современных композиций. Мы стараемся, чтобы нас слушали люди. Это самый главный принципиальный момент. И мы стали участвовать в всевозможных рекордах Гиннесса, дабы нас заметили. И отсюда появились лыжи, отсюда появилось наше желание делать басштабные клубные мероприятия. Это наш второй визит в этом городе, в этом фестивале участие. Поэтому мы с такой радостью, с таким энтузиазмом сюда приехали. Поэтому это просто для нас счастье здесь находиться. В связи с пандемией не все можно проводить, но то, что сейчас происходит, конечно, уникально. Я сегодня удивлен погоде, людям, в первую очередь, конечно, которые нам хлопали. Мы идем, нам хлопают, нам машут руками, воздушные поцелуи. Ну как, ну чудо, красота. Интересный фестиваль. Мы, Самарский оркестр, с радостью поучаствуем, покажем свое военное творчество. Кульминацией марш-парада стало выступление Самарского муниципального концертного духового оркестра. Все, по-моему, изумительные совершенно. Рощинские вообще уникальные. Поэтому тут выделить кого-либо очень сложно. Танцевали по кругу красиво. Умеют не только играть, но еще и танцевать. Мне понравился Нижний Новгород, девушки здесь, Нижний Новгород. И оркестр очень понравился. Продолжился фестиваль уже вечером. Духовые оркестры выступали с концертными программами на различных площадках Самары. Светлана Кудрявцева, Ольга Хомракулова, Василий Колдашов, Сергей Баскин. События. Не забыли на фестивале на особках Маньчжури и про подрастающих музыкантов. В молодежном концертно-театральном комплексе «Дирижабль» прошел практикум для учеников детской музыкальной школы. Они сыграли несколько мелодий под управлением потомственного военного дирижера Андрея Балина. А также прослушали лекцию профессора музыкальной академии имени Гнесиных Владимира Лебусова. Андрей Горгуленко продолжит. Весь оркестр прошел. Шестая цифра. Шестая цифра еще раз. Трубачевый глаз, коллеги неподелительные. Шестая цифра. Раз, два, три. Музыкальную тему к фильму «Неуловимые мстители» разобрать по партиям, собрать вместе и сыграть чисто. Такую задачу оркестру и дирижеру нужно выполнить за полчаса. Это условие экспресс-практикума. Руководил мастер-классом Андрей Балин, потомственный военный дирижер. Он подсказывал ребятам недочеты в их игре и сразу же объяснял, как лучше взять ту или иную ноту. В течение 30 минут дирижер обязан воплотить художественный замысл, выполнить все рекомендации, касаемые штриховом исполнении, добиться слаженности идеального интернационного строя, чтобы была так называемая вертикаль и горизонталь. В общем, расчленить все элементы фактуры и сделать из этого произведения конфетку. Поиграть под руководством такого профессионала посчастливилось детско-юношескому оркестру «Волжанин» из детской музыкальной школы номер 18. Ребята, которым в основном 13-14 лет, не разъехались на летние каникулы, а с удовольствием собирались на репетиции, чтобы подготовиться к такому важному выступлению. Для них это, естественно, такой новый шаг в их творческом пути, в их развитии, поработать на сцене перед такими звездами нашими духового общества. Естественно, для них это будет огромный опыт. За игрой юных музыкантов из зала наблюдал Владимир Лебусов, заслуженный артист России, профессор кафедры оркестрового дирижирования Российской Академии Музыки имени Гнесиных. Он провел теоретическую часть мастер-класса. Рассказал преподавателям музыкальных школ об особенностях работы дирижера с детскими коллективами. Я знаю, что, в принципе, можно с ними планку довольно-таки высокую ставить. Мало того, когда им ставишь высокую планку, у них интерес появляется. То есть не просто играть от начала до конца, чтобы, так сказать, пошуметь, он так говорит, да, а вот тронуть слушателя. Как подчеркнул профессор, все высококлассные оркестровые исполнители выходят из детских музыкальных школ. А потому и во время фестивалей подрастающим артистам нужно обязательно уделять время. Андрей Горгулянко, Максим Гусев, События. В завершающий день фестиваля его организаторы и участники собрались в мэрии Самары для того, чтобы обсудить вопросы развития духовых оркестров. Круглый стол прошел с участием депутата Государственной Думы Александра Хинштейна, главы города Елены Лапушкиной и руководителя Департамента культуры и молодежной политики Татьяны Шестопаловой. Как приумножить число талантливых музыкантов и сделать так, чтобы на редкие специальности в музыкальных училищах готовили больше ценных кадров, узнала Ольга Павлова. Легендарное музыкальное произведение, известное во всем мире наравне с такими композициями, как «Прощание славянки» и «Амурские волны». На сопках Маньчжурии, написанное Ильей Шатровым на Волжских берегах, дала людям силы в самые тяжелые жизненные моменты и до сих пор находит отклик в сердцах миллионов россиян. Три произведения, переживших своих создателей, давно обрели популярность далеко за пределами нашей страны и ежегодно исполняются на крупнейших музыкальных площадках, какой стала Самара в день проведения фестиваля духовых оркестров. Мы в очередной раз подтверждаем свой неформальный, но справедливый статус культурной столицы Павловича, но и учитывая то творчество, которое оставило нам в наследии Илья Матвеевича Шатров, мы, конечно же, должны всемирно развивать музыкальный военно-оркестровый духовой бренд Самара. В этом году фестиваль впервые провели на федеральном уровне. В завершающий день культурной программы организаторы и участники собрались в мэрии Самары для того, чтобы обсудить развитие духовых оркестров. Поговорили не только о возможности обучения школьников игре на музыкальных инструментах в рамках объявленной президентом программы «Десятилетие детства». Отдельно коснулись вопросов подготовки специалистов в музыкальных училищах, приумножения кадров и создания библиотек для исполнителей. Возможно, отметили собравшиеся, стоит вернуться к опыту предшественников и вспомнить о программах развития духовых оркестров, разработанных еще в советское время. Некоторым вопросом сегодня участник круглого стола предложили вернуться и рассматривать на государственном уровне. Конечно, мы все проекты, решения сегодняшней нашей встречи передать им Министерство культуры, обязательно будем обсуждать. В день фестиваля на сопках Маньчжурии в Самаре работали 17 музыкальных коллективов. Лучшие из них были награждены дипломами и ценными подарками от главы Самары Елены Лапушкиной. В их числе Ульяновский духовой оркестр «Держава», образцовый показательный оркестр войск Национальной гвардии, оркестр «Уралбэнд» из Екатеринбурга и многие другие. Мероприятие прошло с соблюдением всех требований регионального Роспотребнадзора. Ольга Павла, Константин Головин, События. Финальным аккордом Всероссийского фестиваля на сопках Маньчжурии стал гала-концерт на склоне площади Славы. Духовые оркестры из разных городов сначала выступали по отдельности, а затем собрались в один большой сводный оркестр из 500 участников. Раскатистым и мощным звучанием инструментов в сочетании с уникальными волжскими видами насладился Андрей Горгуленко. Волжский закат и чудесная музыка – сочетание, которое не оставило жителей Самары равнодушными. На склоне площади Славы развернулся гала-концерт фестиваля на сопках Маньчжурии. Среди выступающих основателей фестиваля – Самарский муниципальный духовой оркестр. Главный дирижер коллектива отмечает, когда чувствуется поддержка Министерства культуры России и администрации города, а также горячий прием зрителей – играть одно удовольствие. Горд тем, что с 2013 года мы стояли у колыбели этого фестиваля, который вырос в настоящий праздник духовой музыки, в праздник памяти в какой-то степени. Наши гости из 12 городов Российской Федерации и 4 федеральных округов единодушно ошарашили. Причем я-то их давно знаю, я вижу, что это не лезет. Эти слова подтверждают и гости фестиваля из других городов. Все они уходили со сцены в сильных эмоциях от организации и встречи с самарским зрителем. На других фестивалях говорят, как вот у нас фестиваль. Я говорю, знаете, у вас хорошо, но в Самаре лучше. Это откровенно. Все очень здорово организовано. Ну, очень хорошее впечатление. Конечно, есть лимит времени выступления, но мы бы хотели бы до утра работать. У нас силы для этого есть, потому что публика нас любит, публика нам аплодирует. А что еще больше можно иметь для счастья? А завершился галоконцерт выступлением Большого сводного оркестра. Все 500 участников вышли на одну сцену и слаженно исполнили несколько мелодий. Спасибо большое, Самара. Спасибо. Вы уверены, что мы сюда будем возвращаться и с новыми коллективами, и с новыми идеями. Спасибо и низкий всем поклон. Благодарим. Ура! Исполнили и легендарный вальс на сопках Маньчжурии. Игрой оркестра в этот момент руководил Марк Коган. Завершился фестиваль знаменитым «Прощанием славянки». Дирижировал сводным оркестром Михаил Брызгалов. Андрей Горгулинко, Николай Епифанов. События. Далее эфир продолжит новости экономики. Их подготовила Светлана Кудрявцева. Светлана, здравствуйте. Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, уважаемые телезрители. В России с 1 июля изменится правило зачисления пенсии, материнского капитала и других социальных выплат. О чем идет речь? Речь идет о том, что соцвыплаты будут начислять только на карты платежной системы МИР. Сейчас расскажу подробнее. С 1 июля россияне смогут получить пенсии, ежемесячные выплаты и средств материнского капитала и другие социальные выплаты только на карту платежной системы МИР наличными или на непривязанной карте банковский счет. Новое правило коснется только тех, кто получает средства на карты международных платежных систем. Требование не распространяется на граждан, которые получают выплаты на сберегательную книжку, номинальный счет или по почте. Не будут действовать правила и для людей, проживающих за пределами России, которым также зачисляется ежемесячная пенсия. Изначально перевод пенсии в национальную платежную систему должен был завершиться 1 июля прошлого года, но после этого срок несколько раз продлевали. Банк России рассматривает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании в июле. Диапазон возможного повышения остается широким и составляет от 0,25 до 1,0% пункта. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиулина. На прошлом заседании в июне Банк России повысил ставку до 5,5% пунктов, то есть до уровня 2016 года, так как инфляция была выше прогноза Центробанка и в мае пробила психологическую отметку в 6%. В конце июня в Самаре резко подорожали свежие овощи, в том числе белокочанная капуста и морковь. Последняя за неделю поднялась в цене на 7,4% и обогнала курс доллара. Килограмм моркови можно купить за 78 рублей. За прошлую неделю выросла и стоимость килограмма свежей белокочанной капусты на 6,8% и превысила 36,5 рублей, сообщает Самаростат. Подорожал и картофель на 7%. Сейчас килограмм можно купить за 62 рубля. А вот огурцы в Самарской области подешевели почти на 6%. Килограмм в среднем стоит 111 рублей. С начала этого года с территории города вывезли и демонтировали 63 объекта несанкционированной торговли. Об этом сообщили в администрации Самары на еженедельном совещании под руководством первого вице-мэра Владимира Василенко. На сегодняшний день в черте города 512 объектов НТО. До конца года планируют демонтировать и вывезти еще 182 несанкционированные точки. По мнению городских властей, для того, чтобы упорядочить торговлю на территории столицы региона и сделать ее законной, необходимо оборудовать зоны стационарными торговыми точками. У нас сейчас развивается с этого года новый формат торговли. Это ярмарочные площадки на востребованных местах, где в абсолютно цивилизованном плане у нас сельхозпроизводители смогли бы реализовывать нашу продукцию. Киевская Тухачевского должна у нас начать работу в августе месяце. Челюскинцев, проспект Ленина, Чернореченск. Затронули на совещании вопрос безопасности на воде и в пригородных зонах. В черте региона и города сохраняется высокая пожароопасность лесов. На воде за эту неделю произошли 9 происшествий. 7 человек спасти не удалось. А жителей Самары убедительно просят не нарушать правила безопасности на водных объектах и не разводить костры в пригородных зонах в период аномально жаркой погоды. В Самаре продолжается подготовка к выборам депутатов в Государственную и Самарскую губернскую думу. Напомним, общественный штаб наблюдения за выборами начал свою работу в марте. Сейчас во всех муниципальных образованиях проходит обучение общественных наблюдателей, которые в назначенный день будут поддерживать на избирательных участках законодательный порядок. Сегодня тренинги прошли в Октябрьском районе Самары. Тему продолжит Ольга Павлова. Все о новых законах и о том, как правильно решать конфликтные ситуации на избирательных участках. Обучающие семинары для общественных наблюдателей проходят во всех муниципальных образованиях. Тренинги провели в Октябрьском районе Самары. Я никогда не был общественным наблюдателем. Я немного знаю, что это из себя предстоит, но на себе это не пробовал. Мне интересно вообще, каково это. Даже какой-то опыт получить. Общественный штаб наблюдений за выборами в Самарской области начал свою работу в марте этого года. Председателем стала член Общественной палаты региона Галина Николаева. С его председателями – председатель комиссии по вопросам законности, правам человека, взаимодействия с судебными и силовыми органами Общественной палаты Виктор Полянский, а также эксперт комиссии Владислав Волков. В состав штаба вошли 15 человек, в том числе и генеральный директор телеканала «Самары ГИС» Елена Кольцун. В настоящее время общественники координируют обучение наблюдателей. Для предстоящих выборов необходимо подготовить более 7 тысяч независимых специалистов. Это такие независимые люди, которые, по сути, на избирательном участке будут выполнять некую роль третейского судья. То есть это совершенно не аффилированные, не заинтересованные в победе какого-то конкретного кандидата или партии люди. Наблюдателем на выборах может стать любой гражданин России, обладающий активным избирательным правом, но не работающий в органах власти. Ответы на вопросы, связанные с обучением, можно получить по телефону горячей линии, номер которого на экране, или по электронной почте. Ольга Павлова, Константин Головин, События. За сутки в Самарской области зарегистрировали 190 случаев заболеваний новой коронавирусной инфекцией. Число заболевших в регионе с начала пандемии – 67 259 человек. Такие данные в понедельник опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровел 181 пациент. Всего из больницы выписали 64 140 человек, которым ставили диагноз COVID-19. В общественном транспорте усилили контроль за соблюдением масочного режима. Каждый день проводится до 12 рейдов с участием сотрудников полиции. А с 1 июля во всех регионах страны мониторить обстановку в общественных местах будут и специалисты Роспотребнадзора. Как проходят проверки в метро и наземном транспорте, в часы пик сейчас готовы рассказать Гульфия Сайфина. Здесь нет жары и пробок. Каждый день метрою пользуются порядка 30 тысяч самарцев. Чтобы не создавать рисков инфицирования на время пандемии, руководство метрополитена реализует весь комплекс профилактических мер. В первую очередь контролирует соблюдение масочного режима. Наши сотрудники следят строго за тем, чтобы лица без средств индивидуальной защиты не проходили на территорию метрополитена. У нас таких случаев много еженедельно. Там несколько десятков человек мы отправляем обратно. Они создают опасность для остальных участников передвижения. Масочный режим в метро по наблюдениям специалистов установился надежнее, чем где-либо. Уже на входе люди надевают защитные средства. Остается детали напомнить, как нужно носить маски, чтобы наверняка избежать заражения. Закрыты щеки, слизистая оболочка и не касаться руками лица. Кроме того, с 1 июля вводится новый закон 248. Он не заменяет 294. Это наблюдение. Мониторинг в транспорте будут проводить и сотрудники Роспотребнадзора. Самарский регион один из первых ввел масочный режим еще в мае прошлого года. За нарушение предусмотрен штраф до 30 тысяч рублей. Мы проводим 12 рейдов в день. В среднем около 10-15 человек в неделю попадают под протокол. Как правило, все они пассажиры наземного транспорта. Только за этот год получили повестки в суд около 300 самарцев. Стоит отметить, протокол выписывают на тех, кто идет на конфликт из-за упрямства или своих убеждений, а также на тех, кто забыл взять в дорогу маску. Правда, зачем вы без маски? Я не то, что не верю в ковид. Я в медицину вообще не верю. Не хожу в больницу. Нарушителю пришлось покинуть транспорт. Далее работу с ним продолжат полицейские. Несоблюдение мер индивидуальной защиты провоцирует всплеск заболеваемости. Такое поведение может дорого стоить для тех, кто едет в транспорте с нарушителем, считают компании-перевозчики. В настоящее время усилена работа с экипажем на транспортном предприятии. Сейчас у нас очень активно наши сотрудники начали вакцинироваться. Несмотря на это, мы предупреждаем, что стоит носить защитные средства, надевать их в начале рейса и не снимать до окончания смены. Солидарны и многие горожане. Конечно, нужно обязательно в маску-то в автобусе одевать. Лучше быть защищенным, чем заболевшим. Я думаю, сейчас вирус самый злой на фоне особенной жары, так что лучше носить маску. Жаркое лето – не повод снимать маски, напоминают эксперты. Доказано, что ковид гибнет лишь при температуре выше 60 градусов. Поэтому правила остаются неизменными. Вход в салон исключительно в маске. При отказе ее надевать – остановка движения и высадка пассажира. Такую меру принял Оперштаб еще прошлой осенью. Гульфия Сафина, Максим Гусев, События. И праздники отметить и прививку сделать. В выходные самарцы могли пройти вакцинацию прямо на фестивале на сопках Маньчжурии. Возле входа в Струковский сад дежурил передвижной прививочный пункт. Подробности в нашем сюжете. Житель Самары Максим Попов говорит, в Струковский сад приехал целенаправленно, чтобы сделать прививку. Из новостей узнал о том, что там можно будет пройти вакцинацию. Уверен, если все сделают прививки, вирус удастся победить. Ну, должно. Я вот верю, что меня это защитит. Обязательно. В Самарской области продолжается вакцинация. Сделать прививку может любой желающий старше 18 лет. Для того, чтобы возник общественный иммунитет, нужно, чтобы прививку сделали 60% населения. Сформировав общий иммунитет, мы победим пандемию. С праздником Самары. Перед вакцинацией врачи беседуют с пациентом, замеряют сатурацию, давление, проводят осмотр, выявляют, нет ли противопоказаний. При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность. Мы ездим в Самару и выезжаем по разным точкам города Чапаевска. Могу сказать, что это создано для того, чтобы было удобно населению, рядом с домом, рядом с каким-то общественным местом, сделать быстро качественную прививку. И я думаю, что это многим нравится, особенно в Самаре, потому что, по словам пациентов, очень трудно в поликлинике выждать очередь. В этом плане, я считаю, что наши пункты очень большую поддержку и помощь оказывают. Выбор в пользу своего здоровья принимает все больше людей. В регионе привились уже свыше 500 тысяч жителей области. Из них почти 390 тысяч завершили вакцинацию. Помимо передвижных мобильных пунктов, сделать прививку можно в районной поликлинике и в круглосуточном кабинете по адресу Мичурина, 125. От памятника Татищеву до Сызранского Кремля в Музее России «Моя история» открылась детская выставка «Лайф-фото». Продолжит тему Ольга Хомракулова. Вид на Волгу через козьи рожки, панорама Сызранского Кремля и десятки живописных мест Самарской области. В Музее России «Моя история» открылась выставка детских «Лайф-фото». Это совместное детище регионального Минкульта, администрации Самары и благотворительного проекта компании МТС «Поколение М». Проект идет уже 7 лет и в рамках этого проекта мы находим во всех уголках России талантливых детей и помогаем им проявить свои таланты. Задачей конкурса было, во-первых, показать нашу область глазами детей, что она очень красивая, очень привлекательная для туристов. И второе, дать этим детям шанс развить свои профессиональные навыки. Конкурсные работы увидело огромное количество людей, при этом не только из Самарской области. И нет сомнений, что для многих из них это будет стимул для того, чтобы приехать в Самарскую область и увидеть то, что они видели в работах наших ребят. Оценивали фотографии известные самарские фотографы и люди искусства. Из почти 400 работ, присланных на конкурс, выбрали 40 лучших. Я очень сильно хочу быть фотографом. Я фотографировала ладью. Мы на теплоходике в тот момент плавали и мне захотелось почему-то ладью. У меня там ракета. Внутри нее можно зайти. Мы ее фоткали, когда были в высоком здании. Выбирал пейзаж, чтобы было красиво и чтобы свет был яркий. Все победители и участники регионального этапа творческого конкурса «Лайф-фото» могут претендовать и на главную награду федерального этапа «Поколение М» – стажировку у известного российского фотографа в Москве. Ольга Хомракулова, Максим Гусев. События. На этом наш выпуск и завершен. Все наши новости читайте на нашем официальном сайте Самарагис, в нашем телеграм-канале и на странице в социальных сетях. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»